Добрый день, дорогие друзья! После многих своих роликов, где хочется просто кричать и молить людей, чтобы они задумывались о том, как живут, для чего живут, и почему живут, и все ждет нас потом, когда мы уже выйдем из этой жизни и перейдем в жизнь вечную. И никого не настораживает слово вечность, потому что там будет начало, но никогда не будет конца, и то состояние, в которое мы туда войдем, будет продолжаться вечно. И хотелось бы зачитать главу 1-го послания Коринфянного апостола Павла. Кто хочет, тот поймет. Она в русском издании, я прочитаю, очень удобна для понимания, и, может быть, кого-то наведет нам нужное размышление. Сейчас видим с вами с той горы Афон, корули вместо отшельников, и это наверху ответственны скалы, такое ухо, такое предание, если через это ухо Бог слышит все молитвы, раздающиеся на этих ответственных скалах на той горе Афон. Апостол Павел говорит, кто смеет у вас иметь дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же и вами будут судьи мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, но тем более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не знающих в храм, в церкви? К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который бы мог рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжу между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или вы не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молокие. Молокие – это человек, который занимается рукоблудием, мононизмом. Ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для шрева, и шрева для пищи. Но Бог уничтожит то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресил и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? И так отнимули членов Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющейся с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, бытие 2,27. А соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога? И вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые – суть Божьи. И дальше по этому же поводу святитель Феофан Затворник пишет, что любящим Бога все содействует ко благу. Так пишет апостол Павел, послание римлянам, 8,28. Им клевета и поношения обращаются на пользу милостью Божию. Соломудренного Иосифа вергла в темницу женская клевета, но так как он был вознесен на высокую честь и всю страну спас от голода, в бытие 39,41. Моисей от злоречивых уст бежал из Египта и был пришельцем земли Мадиамской, исход 2,15,22. Но там сподобился видеть Купину, чудесной горящей пустыни, и слышать Бога из Купины, беседующего с ним, исход 3,2,7. Святому Давиду много наветов делал злоречивый язык, но так он к молитве побуждался и много богодухновенных псалмов сочинил. на пользу Святой Церкви. Даниила клевета вергла в ров на съедение львам, но неповинность заградила уста зверей и прославила его больше прежнего. Израильтяя на Мордохея, Амманов язык, умыслил убить, но Божьим промыслом совершилось противоположное. Мордохей прославился, Амман повешен на дереве, который уготовил к погибели Мордохею, и так сам упал в яму, которую вырыл для неповинного. Те же суды Божьи ныне совершаются. И будем внимательны, дорогие братья и сестры, к тому, что мы произносим, к тому, что мы желаем, к тем мыслям, которые к нам приходят, тем образом и формам, которые через наше воображение дьявол нам внедряет, о окружающих нас людях, о том, что происходит вокруг нас. Сейчас, кстати, видим с вами занос в Мачесте для Спиридона, Триумфонского чудотворца с крестного хода. Первый большой крестный ход был после пандемии, еще до начала события в Украине. Очень много паломников было с России, с Украины, Белоруссии и других стран. И сейчас тоже целые автобусы приезжают. Из Тернополя был вчера автобус, 106 паломников. Из Румынии, из Молдавии и других стран приезжают люди помолиться. Но из России паломников сейчас практически нету. И это как бы большая, я считаю, ошибка тех властей, которые стоят за всеми этими событиями. Но, продолжая нашу тему, хочется еще привести как кратенькое изречение святителя Тихона Задонского. Одну монахиню долго мучил помысл найти себе хорошего духовного отца. И она долго пыталась найти, искала, молилась, просила Бога о помощи. И как-то голос или она в себе поймала нам той мысль, что читай Тихона Задонского, святителя, и все в твоей жизни разрешится. И с тех пор она только по его книгам и живет. И вот святитель Тихон Задонский пишет, что поношение и оклеветание бывают или правдивы, или ложные. Правдивы, если мы подлинно виноваты в том, за что нас поносят. И потом приемлем достойное. Тогда нужно исправляться, чтобы поношение упразднилось и стало ложным. Ложное поношение, когда мы не виноваты в том, за что нас поносят. И это поношение нужно терпеть с радостью и утешаться надеждой на вечной Божьей милости. К тому же, хотя в том и не виноваты, за что поносят нас, но в другом согрешили. И потому нужно терпеть. И я, сколько бываю у греческих священников на исповеди у старцев, везде основной ответ на все внутренние вопросы и проблемы, смиряйся и терпи. И терпение ставится во главу угла. Терпение по-гречески ипомани, даже есть святая ипомани, которую это имя носила. Мира вам в сердце, любви, дорогие братья и сестры. Пишите, звоните. Все из-за писания. Ангела-хранителя и замок на уста. Продолжение следует...